Смотрите в этом выпуске информационной программы недели. 1 сентября в Звереве, как и по всей стране, старт взял Новый учебный год. На августовской педагогической конференции подвели итоги прошедшего учебного года, обозначили задачи на Новый год, отметили лучших работников образования города. Число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Ежедневно число заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране растет. Только в нашем городе за прошедшую неделю ковидом заболели свыше 50 человек. На сегодняшний день в городе Зверево болеют 82 человека. Из них два ребенка. 8 человек находятся в лечебных учреждениях в стационаре. Получают лечение. Из заболевших пока одна пневмония. Один человек болен пневмонией. Протекает сейчас заболевание в типичной форме. Это высокая температура может быть или субфибрильная. Это кашель. Признаки катаральных явлений со стороны носоглотки могут быть. Если температура высокая, если выражены признаки вирусного заболевания, конечно нужно обратиться к врачу, либо вызвать фельдшера скорой помощи. Если у человека нет температуры, в легкой степени можно обратиться в 110 кабинет, отдельный вход с улицы. Там врач принимает температурящих и больных острыми респираторными заболеваниями. Делается ли повторный тест на коронавирус? Нет. По приказам сейчас повторный тест на выздоровление не делается. Период заболевания 7 дней. Если признаки заболевания отсутствуют, с разрешения врача больной может быть выписан приступить к работе. А что можно сказать о категории заболевших? Судя по тому, какие случаи есть в последнее время, выявляются положительные анализы ПЦР-тестов. Это люди категории старше 50 лет. Есть единичные случаи заболевания и более молодого возраста. Какие бы Вы рекомендации дали всему населению? Что нужно делать, чтобы, как говорится, предостереть себя от этого заболевания? Прежде всего, не забываем про вакцинацию и ревакцинацию. Поэтому те, которые не имеют прививки, должны задуматься и получить прийти ее в ближайшее время. Если это нужна ревакцинация в период через 6 месяцев, ее нужно повторить. Мы ждем, кабинет работает. Для того, чтобы предостеречь заболевание, нужно, конечно же, в местах общественного скопления людей, масочный режим, соблюдать, стараться избегать контакта с больными людьми, соблюдать правила личной гигиены, мыть руки чаще. И при первых признаках заболевания, безусловно, нужно обратиться за медицинской помощью. В рубрику «Добро пожаловаться» обратились жители улиц Пархоменко и Москвина. На протяжении ряда лет они просили городскую администрацию сделать им нормальные дороги, так как во время дождей и разлива канализации по улице Казакова все стоки устремляются к ним. Вся канализация с Казакова, с этих улиц, со дворов, она теперь опять будет стекать по нашей улице просто-напросто. Дорога грунтовая, все это впитывается, запахи невыносимые. Однако попытки решить эту проблему и помочь жителям этих улиц раз и навсегда избавиться от луж и грязи предприняты не были. Хотя, по словам Елены Ивановны, в 2016 году обещали дорогу сделать. Выход из сложившейся ситуации жильцы нашли сами, установив лежачие полицейские за счет собственных средств, которые в этом году при капитальном ремонте дороги по улице Казакова были сняты. Когда делали первую дорогу, первый раз, нам ребята подняли полицейского этого, как мы его называем, ну или раздел этот, нам приподняли, было хорошо. Когда как раз перед вот штормом этим ураганом, вот новую дорогу сейчас делают, они срезали, просто срезали это все. Я подошла к ребятам, говорю, почему вы срезали? Сделайте хотя бы небольшой бугорочек, чтобы вода к нам не текла. Они сказали, обращайтесь в мэрию, потому что по плану это, поэтому не положено. Какой план может быть, когда люди от этого страдают? И вот когда был ураган, если вы зайдете на улицу, вот этот поток свернул к нам на улицу, из-за того, что нету этого раздела. Там такое понатворило, камни несло, повымывало, такие это, ну пока никто ничего не решает. Об асфальтированной дороге жители улицы Пархоменко уже и не мечтают. Просят, чтобы ее хотя бы выровняли и отсыпали камнем. К сожалению, этот вопрос остается открытым. А вот сделать асфальтовый барьер на границе улиц Казакова-Пархоменко, Казакова-Москвина, городская администрация пообещала на следующей неделе. В субботу 3 сентября в городе Зверево на трех площадках члены и сторонники партии «Единая Россия», школьники и студенты приняли участие во всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны. Диктант Победы проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. ГИБДД информирует Диктант Победы 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 И сейчас в настоящее время ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. Параллельно ремонту ведется работа по оснащению учебного процесса. Кроме того, в 2023 году планируется завершить подготовку документации на капитальный ремонт детского сада «Светлячок». Организация горячего питания в школах – это еще один вопрос, который требует пристального внимания со стороны администрации. Ежегодно на эти цели у нас расходуется более 4 миллионов рублей средств местного бюджета. В сентябре, 1 сентября в школу города пойдет 2363 учащихся, из них 238 первоклассников. В наше дошкольное образовательное учреждение 885 детей. Впервые переступят дорог в детских садов 180 воспитанников. В теплое и радужное наше образовательное учреждение встретят более 20 детей из ЛНР и ДНР, приехавших вместе с родителями в город Зверево. Я желаю всем детям, их учителям, воспитателям, родителям успешного и благополучного учебного года, комфортного пребывания в наших образовательных учреждениях и крепкого здоровья. Пусть новый учебный год будет ярким, насыщенным, интересным и запоминающимся. С праздником вас! Затем Александр Валентинович вручил благодарственные письма главы администрации города Зверево за плодотворный труд в системе образования, творческий подход, воспитание детей и обучение подрастающего поколения, преданность педагогическому делу. Поздравила всех собравшейся и Елена Кириченко, заместитель главы администрации города Зверево по социальным вопросам, подчеркнув роль образования в нашем обществе. Образование всегда было и остается приоритетным направлением в государственной политике. И в нашей стране профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и самой почетной. Потому что от ваших усилий будет во многом зависеть, кем станут завтра сегодняшние школьники. А значит и то, каким будет наше с вами будущее. Я уверена, что Зверевским педагогам по силам главная задача современного образования – воспитывать и воспитать патриотов своей страны, поколения самостоятельных, мобильных и востребованных членов нашего общества. Как сказала Елена Ивановна, в общеобразовательных школах и детских садах нашего города, в учреждениях дополнительного образования, в торгово-промышленном техникуме, в детской школе искусств, в Зверевском центре помощи детям трудятся более 500 человек. Более 300 из них – это педагогические работники. Среди них 4 человека – почетные работники сферы образования Российской Федерации. Звание «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» имеют 2 человека. Почетной грамотой Министерского образования и Минпросвещения Российской Федерации награждены более 40 человек. Звание «Лучший работник образования ДОНа» присвоено 3 педагогам. Благодарственные письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области удостоены более 140 педагогов, и это не считая наград, полученных педагогами от губернатора Ростовской области и Законодательного собрания Ростовской области. Благодаря совместным усилиям педагогов, детей, родителей, три выпускника школы города Зверево в 2022 году получили высокие баллы КОЕГЭ по таким предметам, как математика, физика, общество знания и английский язык. В награду за кропотливый и упорный ежедневный труд 14 выпускников города получили медали за особые успехи в учении и один человек за особые успехи выпускнику Дона. Во Всероссийской Олимпиаде школьников на региональном этапе приняло участие 37 старшеклассников, 7 человек стали призерами. По итогам текущего уже прошедшего учебного года в городе 140 одаренных детей, из них показали академическую одаренность 45 человек, творческую 35, 55, спортивную 40 детей, 10 одаренных детей это дети из многодетных семей, 13 из малообеспеченных, 2 инвалида, 2 ребенка под опекой. И все это результаты вашего труда, уважаемые педагоги. Позвольте еще раз поздравить вас с началом нового учебного года и пожелать дальнейших успехов в обучении и воспитании наших детей. Я уверена, я знаю, вы справитесь, потому что вы лучшие. Далее Елена Ивановна продолжила церемонию награждения. Марина Григорьевна Ермакова, бухгалтер первой категории Центра услуг, предоставляемых образовательным учреждением города Зверево. Людмила Александровна Жулай, младший воспитатель детского сада «Мишутка». Просим сделать памятное фото. Не осталось стороне и профсоюзная организация Зверевского отдела образования, отметившая педагогов, имеющих богатый опыт в обучении и воспитании подрастающего поколения, которые щедро делятся своими профессиональными навыками между собой и передают молодежи. Лидер профсоюзной организации адресовала и свои пожелания. Сохраняйте оптимизм, сохраняйте жизненную энергию, берегите свой творческий потенциал и не переставайте его приумножать, свой профессионализм, свои идеи как в личностном плане, так и в творческом. Поздравления и напутственные слова в этот день адресовали и тем, кто 1 сентября в этом году переступит впервые порог школы, но уже в качестве педагогов, отметил профсоюз, также и тех, кто много лет ведет благотворную работу в профсоюзной организации по защите социально-трудовых прав и продвигает идеи и интересы членов профсоюза. Ольга Дмитриевна Нориславова, воспитатель детского сада «Белочка». Начальник городского отдела образования администрации города Зверево Ирина Сергеева первым делом вручила благодарственные письма отдела образования города Зверево за проявленное творчество и высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения педагогам школ и воспитателям детских садов. Завершив церемонию награждения, Ирина Васильевна подчеркнула ключевые моменты, которые станут обязательным к исполнению в ближайшее время. Начну, конечно же, с введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. Наконец-то в них обозначен объем содержания каждого учебного предмета. Учтены приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации, обеспечена вариативность содержания. Я уверена, что с помощью конструктора программ все вы уже готовы к внедрению этих обновленных стандартов в новом учебном году. Хочу отметить, что, наверное, переход на стандарты не только в первых и пятых классах, как это планируется во всей Российской Федерации, а также и начальной школы, и других классов среднего звена, это шаг вперед. Не все это дано, не у всех это получается, но база, имеющаяся у нас, позволяет нам это сделать. Следующее новшество, о котором мы пока только говорим, но также должны подготовиться, это проект «Школа Минпросвещения России». В нашей стране для всех школьников будут созданы равные условия образования. Это будет выражаться в доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся. Новые условия помогут сохранить здоровье и обеспечить безопасность обучающихся. Непрерывно будет совершенствоваться качество образования. Еще одна идея нашего правительства – это создание информационной системы «Моя школа». Создание такой системы даст равный доступ к качественному образованию, поможет повысить уровень подготовки педагогов к урокам и более активно вовлечет родителей в образовательный процесс. Она остановилась также на концепции дополнительного образования, работе с одаренными детьми, на нововведениях с начала учебного года, включая в ведение должности советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, кратко – советник по воспитательной работе, которые будут вести тесную работу с классными руководителями. Под аплодисменты такие советники из каждого общеобразовательного учреждения были представлены на августовской педагогической конференции. Праздничные нотки в это торжественное и одновременно серьезное мероприятие несли выступления юных воспитанников детских садов, которые были после каждого очередного награждения. Яркие костюмы, эмоциональное выступление ребят стали еще одним приятным подарком для каждого присутствующего в этом зале. Выход представителей детских общественных движений со своими речевками, таких как Российское движение школьников, экологическое «Степной ветер», юные инспекторы дорожного движения, волонтеры образовательных учреждений города Зверева, городское движение «Юн армии», самых активных, талантливых ребят нашего города, победителей всероссийских международных конкурсов и олимпиад, которые заслуженно становятся участниками тематической смены Международного детского центра «Артек» завершили августовскую педагогическую конференцию. От чистого сердца хотим сказать спасибо городу за создание всех условий для развития творческого и интеллектуального потенциала. Огромная благодарность нашим учителям, педагогам дополнительного образования, тренерам. За весь спектр знаний и умений, за ваш талант, добро и теплоту, за все надежды и стремления, способность видеть красоту. Спасибо огромное нашим родителям за то, что дали нам возможность посетить «Артек». Это так круто, буря эмоций и впечатлений, это память на всю жизнь. Будьте активными, будьте креативными, участвуйте во всем, в чем только можете. И даже если не можете, все равно участвуйте. «Артек» вас ждет. Мы, поколение, ставшее свидетелями рождения нового российского движения детей и молодежи. Мы, молодые и полные сил. У нас, юных жителей страны, столько задоров, столько смелых дерзаний. Это нам. И нашим сверстникам предстоит сделать свой город, свою область, свою страну еще лучше. Это нам укреплять могущество нашей Родины. Ведь мы – новая российская движения детей и молодежи! Первое сентября – радостный осенний день. День знаний, наполненный цветами, улыбками. Праздник всех детей, их родителей и близких, которые в это утро сопровождали своих чад в школу, чтобы разделить с ними эти волнительные минуты. Особенно это касается первоклассе, которая робко ловит взгляд мамы или папы, пришедших поддержать их в этот ответственный момент. Начало большого интересного пути в страну знаний. Суш номер один имени Бориса Юркова. Собрались мы здесь не зря, ведь сегодня в школе праздник. Праздник – первое сентября. Двери распахнула наша школа. Заходите, рады мы ученикам. Золотая осень вас встречает снова и дорогу к знаниям откроет вам. День знаний – старт больших дерзаний, старт важных дел, призыв к мечте. Мы все уверены, он станет ступенькой к новой высоте. Сегодня 72 первоклассника впервые переступят порог нашей школы, как ее полноправные жители – ученики. Их поведут в волшебную страну знаний замечательные и чуткие педагоги. Под веселую, задорную музыку школа и гости праздника встречают первоклассник. В этом году в этой школе сразу три первых класса. Первый В-класс встречает классный руководитель Ерова Юлия Владимировна. Настало время поприветствовать и одиннадцатиклассников. ПЕСНЯ После построения старшеклассники вносят российский флаг. Право его поднять предоставляется советнику по воспитательной работе Лось Анастасии Викторовне и учащемуся десятого класса Максиму Мищенко. Звучит гимн России, придавший особую торжественность и значимость этому мероприятию. Добрый день, дорогие присутствующие и вы первоклассники, которые так робко входили сегодня на линейку. И вы, одиннадцатиклассники наши, которые уже гордо и смело шли на давно определившееся на этой линейке место. И вы, наши дорогие десятиклассники, которые, скажем так, еще вчера только определялись, куда вам дальше пойти. И мы очень рады приветствовать вас именно в стенах первой школы. Ну, а девятиклассники сами все знают, да? Год будет непростым, год будет завершен итоговой аттестацией. И уже сегодня вы понимаете, как дружно с нами, педагогами, вы пойдете к этой вашей самой главной цели. Ребят, кроме себя лично и своих теплых и добрых слов и в адрес родителей, и в адрес педагогов, конечно же, и в адрес бабушек и дедушек, мне еще поручено зачитать приветственный адрес главы администрации города Зверево, Лотарева Александра Валентиновича. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, примите самые теплые поздравления с Днем Знаний и началом нового учебного года. Первое сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и будет учить. Для педагогов – это начало нового этапа в работе. Радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс каждый день открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят выпускных классов – это новый этап серьезной работы, достижения успехов и ожидания приятных событий. А самым запоминающимся этот день будет для первоклассников. Для вас, дорогие девочки и мальчики, сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери в удивительный мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам желаю настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни. Убежден, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие города Зверева и России. Вот такие теплые, добрые слова прозвучали в ваш адрес, уважаемые присутствующие. Еще раз с праздником и добрый путь! Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители, гости нашего праздника, от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Быстро пролетели летние каникулы, но я надеюсь, что вы отдохнули и с новыми силами ожидаете учебный год, новую школьную интересную жизнь. Особый день сегодня, конечно же, для наших малышей. Дорогие дети, мы с большим удовольствием сегодня принимаем вас в семью средней школы номер один имени Бориса Павловича Юркова. Здесь вас научат всему, вы получите огромный багаж знаний, вы найдете новых друзей, а наши педагоги помогут вам раскрыть ваши таланты и способности. И через 11 лет вы обязательно станете такими же умными, красивыми, креативными, как наши 11-классники. Желаю вам успехов в учебе, интересных внеклассных мероприятий. И очень хочу, чтобы наша школа, ребята, стала для вас любимым вторым домом, таким же, как является для наших старшеклассников. А вам, ребята, старшеклассники мои дорогие, хочу пожелать в новом учебном году не лениться, учиться всему новому, получать только хорошие, отличные отметки. С удовольствием и очень активно участвовать во всех молодежных инициативах нашей школы, города, области. Верьте в себя, ребята, ставьте перед собой самые высокие цели. Творите, дерзайте, мечтайте. Мы рядом, мы вам поможем. И самое главное, не будьте равнодушными к происходящему. Я уверена, что вы обязательно все станете достойными гражданами нашей великой страны. Всем присутствующим на линейке я, конечно, желаю крепкого здоровья, учителям творчества, вдохновения, родителям терпения прежде всего, и, конечно же, огромной любви к своим детям. С праздником вас! С Днем Знаний! Далее слово взяли первоклассники. Я проснулся очень рано, поскорее встал с дивана, умывался, наряжался, ох, я вовремя добрался. Идем мы в школу, первый раз, прощайте, Дашка, лята. Мы в раз по школьной, сейчас хотим вступить, ребята. Раступись, народ честной, первоклассник перед тобой, у меня букет большой, новый ранен за спиной. Здравствуйте, школа! Первый раз за трех порогу переступали, мне будете перемешанными во всем. Мы сегодня обещали. Меня в школу поважали, бабушка вздыхала, говорили, что я жизнь спокойнее теперь стала. На уроках спать не буду, буду я старательной, и начальницей большой стану обязательно. Начался учебный год, часики затикали, а меня вопрос не тет, скоро ли каникулы. Ну, а я не только книжки, я взяла с собой мальтышку, чтобы в школе не скучать, будем вместе отвечать. Я пришел сюда с букетом, я готовился все лето, буквы, может, и забыл, но я честно их учил. Папа мне вчера сказал, что у вас большой спортзал, физкультуру я люблю и рекорд установлю. В курсе вся моя семья осыпался летом я, правильный нашел подход, что хватило на весь год. Сколько ладостных веселых лиц повсюду посмотрит, лично мне директор школы увыгнулась вазоти. Трудно нам, наверное, будет, но мы вверх и справимся. Мы теперь выходим в люди, со школой не расстанемся. Вот пришел желанный час, я зачислен в первый класс, буду скоро отвечать, приготовьтесь ставить пять. А теперь, а теперь, открываем школу дверь, принимайте в школе нас, здравствуйте, мы первый класс! Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Был вчера еще только ребенком, ничего не поделаешь тут. Называли тебя дошкаленком, а теперь первокласской зовут. Первокласска, первоклассник, у тебя сегодня праздник, он серьезный и веселый, встреча первая со школой. Пусть школа станет вдруг игрой, и с каждым днем все интересней. Учеба легкой и простой, что как в сказке мир чудесный. В первый класс пришли ребята, чтоб много знаний обрести. Пускай же станет эта дата началом ваших пути. День рождения учебного года я ребятам подарок припосла. И пусть вот эта пятерка чудесная в дневниках поселится у вас. Здесь каждый за собой следить научится, портфель собрать, косички запрести. Мы очень верим, все у вас получится. Так добрый час, счастливого пути! Старшеклассники не ограничились одними пожеланиями. Они вручили каждому первокласснику по воздушному шарику с отметкой 5. Надеемся, это станет хорошей приметой для первоклассников. После чего исполнили гимн школы. И вот настал тот торжественный момент, когда звучит первый звонок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ А затем 11-ти классники, взяв за руки, первоклассников сопроводили их первый раз в первый класс. А нам остается учащимся всех образовательных учреждений города Зверево пожелать, пусть этот год будет намного ярче и успешнее, чем предыдущий. Пусть впереди у вас будет много открытий, свершений, блистательных побед в учебе, спорте, творчестве. Учитесь, трудитесь, старайтесь, мечтайте, стремитесь, верьте и побеждайте. 3 сентября в Центральной городской модельной библиотеке прошло награждение победителей конкурса короткометражных фильмов и мультфильмов патриотической направленности, посвященные теме патриотизма и развитию нашей страны в поддержку спецопераций в Украине. Конкурс был организован муниципальным учреждением культуры города Зверево Центральной библиотечной системы при поддержке Зверевского местного отделения партии «Единая Россия» с целью повышения духовно-нравственного воспитания, пробуждения патриотизма у молодежи и жителей города средствами кино и мультипликации. На суд жюри были представлены 8 конкурсных работ. Дипломами победителей награждены 1 место – детская и юношеская спортивная школа «Олимпик». Работа «Сережа, мы с тобой». 2 место – детский сад «Мишутка». Работа в объективе победителей. Участники «Маймур Юлия» и «Ксения Борщевая». 3 место – коллектив Центральной городской детской библиотеки имени Докукина. Работа «Сапоги победы». Приз зрительских симпатий вручен Зверевскому центру помощи детям. Конкурсанты «Гонько» Дмитрий и «Кулик Виктория». Фильм «Партизаны». Благодарственными письмами за участие в конкурсе были награждены Кучкурдин Максим, коллектив педагогов детского сада «Белочка», детская и юношеская спортивная школа «Олимпик» и учащиеся школы номер 1 имени Бориса Юркова, лось Анастасии и Алина Чистова. Всем участникам конкурса члены жюри пожелали дальнейших творческих успехов. Встреча с новым, неизвестным, всегда пробуждает ребенке интерес, ожеление и радость открытия. Таким открытием стало знакомство воспитанников детского сада «Белочка» с книгами современных детских авторов. Центральная городская детская библиотека имени Докукина приняла участие в ежегодной международной акции «Книжка на ладошке-2022». Организатор акции – детские библиотеки города Самары. Акция проводилась в рамках реализации программы продвижения чтения «Будь на волне, читай». Волна детского чтения накрыла мальчишек и девчонок, ведь морской пират по имени Роман прочитал стихи Татьяны Коваль «Жили-были пираты». Друзья пирата, библиотечные волонтеры Мария Понасюк и Варя Головатенко вместе со всеми окунулись в атмосферу всеобщей радости, играли в морские игры «Выполни команду», «Морские загадки», «Море волнуется раз». Уже не первый раз имя российской писательницы Марии Рупасовой становится детям знакомым. Инсценировка стихотворений о забавных котах Мартыни и Барсики и их любимой хозяйке подарила ребятам смех, радость и веселье. В рамках акции была оформлена выставка «Развал. Книжка на ладошке» с рекомендуемыми произведениями для детей дошкольного возраста. Какие еще произведения современных детских авторов имеются в фонде библиотеки, ребята узнали из обзора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова